Главная проблема сезонных заболеваний в том, что они легко передаются от человека к человеку воздушно-капельным и контактным бытовым путем, также через грязные руки и различные предметы. Еще одно неприятное качество сезонных заболеваний – это огромное количество возбудителей, которые их вызывают. Профилактика особенно важна для больных хроническими заболеваниями детей и пожилых людей, так как эти группы населения наиболее уязвимы и восприимчивы к вирусным заболеваниям. Их иммунитет не работает в полную силу. Сезонные заболевания очень коварны и их проще предотвратить, чем лечить. Поэтому я хочу напомнить самые простые правила поведения в сезон вирусных инфекций. Мойте руки всегда, когда приходите с улицы. Мытье рук должно происходить тщательно. Необходимо мыть руки не менее 20 секунд с внутренней и тыльной стороны ладони. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. Соблюдайте личную гигиену. Не снимайте перчатки в транспорте, протирайте руки дезинфицирующими салфетками или антисептиком. Умывайтесь, когда возвращаетесь домой. Ежедневно проводите влажную уборку помещений и используйте увлажнители, которые предотвращают распределение бактерий и вирусов по воздуху. Перед выходом в людные места промойте носа нанесите на слизистую защитный крем или бальзам с противовирусными свойствами. Постарайтесь ограничить свое пребывание в местах с большим скоплением людей. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встрече. Проветривайте как можно чаще помещения, в которых вы постоянно находитесь. Сквозное проветривание длительностью 10 минут полностью меняет воздух в помещении. Если в помещении есть чихающие или кашлящие люди, обязательно наденьте медицинскую маску. И в целом постарайтесь избегать таких людей. Для укрепления иммунитета используйте продукты с высокими иммуномодулирующими свойствами. Пейте больше жидкости. Процесс постоянного питья не дает инфекции надолго задерживаться в полости рта и желудке, способствуя выведению токсинов. Придерживайтесь здорового образа жизни, полноценный сон, здоровая пища, регулярная физическая активность. А при первых признаках вирусного заболевания обратитесь к врачу. Берегите себя и будьте здоровы!